привет друзья просто зрители сегодня покажу на свой рецептик и готовить я буду с рыбкой и всегда мне очень нравилось вкусненько то нам понадобится картофан я его буду на метро группе крутить пару яиц головка лука одна половинка идет мелко порублено видите уже начал маленько фашку готовил короче рыбку берем любую вкусную рыбку бескостную чтобы не было костей рублены на маленькие кубики такие небольшие 5 на 5 миллиметров примерно и также рубим лучок две части рыбы 1 часть лука так ну для начала нужно сейчас первым делом крутану марк в эту картошечку чем-то сосредоточками друг и провернули и продолжить я маленькое отступление хозяйкам на заметку чтобы картошка когда мы покрутим не темнело покрутить сначала лук а потом уже крутить его сверху мох картошку и перемешать или с углом форма смешается на она не будет оксида тени так ребят и все смотрите я проверну картошку и лук теперь это дело перемешаю и поставлю на дуршвачок чтобы маленькая стекла и жидкость из него лишняя вода нам не нужна как будто и не очень много но у нас она есть и пока она будет картошка стекать в этой стадии лучше нам уже посолить потому что соль будет вытягивать влагу которая нам здесь только будет мешать так сейчас на дуршвак это откидывал и займемся мясом рыбы так мало друзья смотрите как я делаю рыбку берем филешку рыбку конечно надо брать хорошую без костей нарезаем полосочками можете купить готовое филе в магазине от морской рыбы будет не хуже уверяю вас что не у всех есть такая рыба ну вот в общем то и все такие полоски я порезал и теперь ножиком на маленькие кубики все это дело почему на кубики потому что если вы мешать просто на мясорубке фарш крутануть и вымешать его но это будет больше похоже на котлету все и ну и все понятно да сейчас я быстренько я перережу свою и продолжу друзья налить начинку для фарш начинку для клубнов я мельника порядок на кубики чё там уже у меня теперь мы ее немного подсолим и немножечко черного сердца все если рыбка вкусная у вас хорошая то там ничего больше к ней не нужно добавлять это будет просто был перемешиваемся это хорошо это тут уже рыбку я бы уже прям час собрал и ел будет делать дальше тоже сейчас вкус кто понимает те меня поймут начинка готова переводим картошки картошку я отжал вот такое количество жидкостью мне с нее вышло я сама ленечко стоит а пока а мы тем временем возобьем сюда два яйца попробуйте на соль не знаю чуть-чуть до соли много у нас часы соленый чуть-чуть черного перса я люблю маленько все таки было вот так прям совсем как он там присутствовал и это у меня на мясорубке прокрутил сыр я маленько морозил очки подморозил ну чуть-чуть прекратился ем с руки потому посыпаем сюда сыном заменит муку муку я сюда не буду добавлять сыр у нас будет связующим теперь вот эту водичку аккуратненько час я раз аккуратненько перелим другую дарилку чтобы показать как-то и враг она просто вы любите тихонечко переливаем вылились смотрите на дне остался крахмал поскольку высыпаем его сюда крахмала довольно таки много крахмал если попалась есть и крахмала будет мало добавки сухого крахмала ничего страшно все вымешиваем все это дело до однородной так сказать массы и по понятиям вымешиваю и продолжим так смотрите основа готова густая из-за сыра начинка готова дальше берем косминка воды смачиваем руку началось его перепад берем ложечку а так хоп на мокрую ладошку раз растянули это дело так ложку начинки начинки не жалейте лучше побольше пускай будет чем меньше все это дело нужно закрыть вот такую вот котлетку лепим и аккуратненько кладем куда-нибудь на досточку так руки опять смачиваем чтобы у нас ничего не прилеплялась вот так вот раз начиночки пытаемся все это дело закрыть старались чтобы не было видно начинку еще один чем сделал есть можно выжать ничего сложного абсолютно нет просто смачивайте руки водой все пока ставлю на нагреваться сковородочку ребят ну смотрите масло нагрелось теперь надо его аккуратненько взять отсюда подправить если чем и выложить обжариваться огонь убавляем чтобы он был не сильный чтобы они на руку протекли потом не будем доводить духовку но все равно попробуем с лопатки просто вот как нам удобно обжариваем до золотистой корочки пока обжариваются я послеплю еще смотрите не подрумянились у меня теперь просто переворачиваем вот смотрите вот такая вот штука у меня получается друзья смотрите наши колдунчики поджарились вторая банка теперь вот эту красоту укладываем опять сковородочку выключаем газ и убираем эту сковородку духовку на 180 градусов минут на 15-20 чтобы они у нас дошли сейчас они еще не пропеченный надо их духовочке довести когда корочка будет хрустящая аппетитная и вкусная и они маленько еще там духовочки на томятся расстояться и будет по такая вещь все ставим духовку а сами пока делаем на них соус давайте приготовим соус соус и готовишь им просто для этих баночка сметанки берем укладом сметанку раскладную чуть-чуть майонезику чтоб вкус был буквально 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 три капли кунжутного масла меленько-меленько рубая укропчик зеленый для аромата картошка рыбка укропчик все сочетается так что так и последние пару рыбочков на нами даже одного хватит чеснока чуть-чуть тоже для аромат сейчас вода на нем туда все это нам не нужно все перемешиваем соус готов очень вкусный очень аромат подходит практически любым блюдом туда можно и пельмешки помогать и картошечку жареную с ним покушать по-деревенски помогать попробуйте ничего сложного все очень просто уверяя все ждем еще 15 минут до нашей ладони подойдет не переключать сейчас покажу что получилось смотрите что у меня получилось вы не чувствуете конечно к сожалению как это все пахнет но вы можете видеть как это выглядит а вы видите это неплохо скажу я вам нагреть микрофон направлен корочка хрустит но не сильно она не пересушенная и они час полностью пропеклись сейчас так это убираем и последний штрих друзья показал замешивал совсем забыл буквально чайную ложку лимонного сока выдаю сюда маленько маленькая кислинка было вот это дело вот так сейчас делаю ну вот готова вот такая красота у меня получилось так давайте даже посмотрим что внутри вот это видно приближ 3 картошка полностью пропеклась рыбка пропарилась внутри вот такая вот сильно горячо горячо правда ночь соус обязательно друзья это очень вкус честно словом на этом и заканчивая до видео не могу я больше терпеть я пойду сейчас пробовать как следует приготовьте попробуйте уверяю оцените вам понравится это вкусно кому понравилось это видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик все друзья всем до встречи всем пока